Друзья, всем привет! В этот солнечный, осенний, но холодный день на улице минус 10 градусов мы с вами приезжаем к официальному дилеру Hyundai за покупкой нового Hyundai Tucson В хорошей комплектации. Что нам подарят, какая будет скидка, вы узнаете в этом ролике Плюс ко всему, я вам расскажу, какая ситуация по модельному ряду Hyundai в целом На что стоит рассчитывать? Solaris, минус 100 тысяч рублей, как тебе такое? Можно получить В общем, присаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам также кратенько затронул очень популярный вопрос всех тех, кто смотрит на Hyundai, программа Hyundai Start Ведь очень выгодные предложения, маленькие платежи Друзья, я вам кратенько расскажу, что она из себя представляет В общем, не размазывая кашу по тарелке, постараюсь сделать этот сюжет информативным, коротким и полезным Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Но прежде чем мы с вами продолжим, я отниму 2 минуты вашего времени, но донесу до вас полезную информацию Многие из нас владеют автомобилями, многие из нас покупают новые автомобили с пробегом Но многие из нас не покупают автоаксессуары, которые нужны нам, как водителям Потому что они обезопасят наше вождение за рулем И имя этому автоаксессуару – видеорегистратор Это PlayMe модель TAU Это доступная версия для каждого из нас Цена вопроса – 3 990 рублей Никакие промокоды здесь точно не нужны Это идеальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать деньги за комбоустройство Где идет GPS-трекер, радар-детектор При этом получает достойное качество Снимает он Full HD, обзор 170 градусов 3 990 рублей Что мы получаем в комплекте? Все самое необходимое Сам видеорегистратор Объектив которого состоит из 6 стеклянных линз Что отображается на качестве картинки Ее вы сейчас видите на экране Сам видеорегистратор очень компактный И он спокойно помещается в вашу ладонь При этом обладает большим дисплеем На котором вы можете сразу просматривать отснятый материал Так, например, показать его инспектору ГИБДД Держатель Вот здесь я вам сделаю отдельный акцент Сама по себе присоска, всем вам понятно Но этот видеорегистратор обладает магнитным креплением Тем самым вы без проблем можете его закрепить Все кочки, все тряски Он все это прекрасно выдерживает Я это уже проверил Как вы знаете, литиевые аккумуляторы Плохо переносят перепады температур И уж тем более русские суровые зимы Когда вы покидаете свой автомобиль на ночь Или просто из него уходите Благодаря магнитному креплению Видеорегистратор вы можете легко забрать с собой Все, что вам для этого нужно Просто его снять и положить в карман Итак, видеорегистратор Playme Tao Отличное устройство за свои деньги 3 990 рублей Ты получаешь высокое качество съемки Отличный угол обзора Магнитное крепление И большой дисплей Ну а приобрести данное устройство Можно по всей России В магазинах CityLink Связной технопарк Отличный подарок для каждого автомобилиста Все подробности по ссылочке в описании Знакомьтесь, у нас сегодня с вами Hyundai Tucson Это комплектация Lifestyle с пакетом Advanced Что она в себе несет Вы можете посмотреть Зайдя на официальный сайт компании Hyundai Чтобы мы на это с вами тратили время Мы забираем этот автомобиль по цене 1 миллион 955 тысяч рублей Но у нас есть куча подарков Которые по официальному прайсу дилера Изначально были 215 тысяч рублей То есть, когда мы приехали договариваться Автомобиль был в наличии Было в наличии ПТС Для нас это очень важно Нам предложили сделать скидку На этот доп. оборудования Не сказали, мол, покупайте это за 132 тысячи рублей Что в него вошло? Нам поставили сетку Нам поставили защиту картера Нам поставили газоупорные держатели капота Нам поставили сразу зимнюю резину То есть, это не дешево То есть, 40 тысяч рублей Это можно сразу считать С учетом даже шиномонтажа Колеса у нас 18-е Резина у нас получает шипованная Nordman Далее, нам поставили сигнализацию с автозапуском Человек просил дефлекторы на окна Ему поставили дефлекторы Ковры в салон Ковры в багажник Набор автомобилиста Это подарок Потому что это идет отдельная опция То есть, это не так, что вы покупаете автомобиль Это есть Плюс, здесь по автомобилю идет обработка Антикоррозийное днище Шумка арок В общем, это все сделали в подарок Я посчитал это по рыночным ценам Примерно ориентир 85 тысяч рублей И самое главное, что придется это побегать, покататься То есть, мы сейчас машину забираем И это уже все стоит Заправляй бак, ставь на учет, езжай дальше И вот здесь я хочу внести ясность Изначально ценник автомобиля 1 миллион 900 тысяч рублей По всем нашим пожеланиям Со всем доп. оборудованием, которое я вам перечислил Ценник автомобиля становится 2 миллиона 113 тысяч рублей Естественно, в процессе торга Мы доходим до цены 1 миллион 955 тысяч рублей То есть, все перечисленное мы как бы покупаем за 55 тысяч рублей Но по рыночным ценам Это примерно 90 тысяч рублей И здесь важно понимать, что покупает автомобиль женщина Вот вы представьте Ради скидки она бы купила бы его Вот без доп. оборудования, а скидка Ну примерно 30-40 тысяч рублей А дальше бегать, кататься по Москве Там сетку поставь, там упор капота поставь Там антикоррозийную обработку днища сделай Там резину, понимая, ну в общем Все занимает время, деньги Опять же нужно будет побегать, попрыгать, поискать В нашем случае все, что мы купили Ну мы реально экономим 35 тысяч рублей Плюс скидка 50% за 3 ТО Суммарно она сэкономит на перспективу еще ну тысяч 15 рублей Итого в кармане остается 50 тысяч рублей Как происходит процесс покупки нового автомобиля Маленькая традиция, бьем в колокол Все, машина наша На первый этаж все спускаемся Виски за мой счет 5 минут времени на сборы Мы с вами оказались в Hyundai Solaris, друзья Не тот автомобиль, про который можно рассказывать что-то часами В каждом дворе Каждый из нас на нем катался в такси С друзьями, где угодно Очень популярная машина для продажи в России Точно так же как и Kia Rio Но ранее Hyundai Solaris был самый продаваемый автомобиль Сейчас он ушел на второе место Потому что его вытеснила Hyundai Creta Вот сейчас мы находимся у официального дилера Ни в коем случае никому из них я не делаю рекламу Просто вам озвучиваю как факт За час уже 5 выдач произошло То есть я спрашиваю дилера А сколько вообще машин продаете в месяц? Примерно 300 машин Это очень хороший результат Потому что если общаться с немецкими автомобилями С японскими Ну 50-60 в лучшем случае 100 это уже круто А здесь 300 Менеджер говорит Если мы продаем меньше 150 автомобилей Это реально для нас проблема уже целая Четверг народу в салонах дофига Что по цене Вот эта версия непосредственно стоит 909 тысяч рублей Она идет на штамповках Но факт в том, что на Solaris в среднем скидка 5% Я знаю прекрасно то, что многие приходят и им говорят Какая скидка, что будет только накидка По факту вот Если поискать, поездить Да, в целом вы даже наверняка уверен Что и сейчас еще сможете найти машину 2018 года Но если нет В 2020 году Там вплоть до мая машины 2019 года Еще будут находиться в наличии Они будут продаваться Поэтому имейте в виду Сэкономить на них можно И вот в тесной беседе с менеджером Он говорит Дима, ну конечно же есть Solaris Которые долго постояли Больше трех месяцев На механике, которые, как правило, закупают специально для такси На них скидку можно получить минус 100 тысяч рублей Друзья, это для всех тех, кто смотрит и думает Может быть себе Lada Vesta купить в простой комплектации Потому что она недорогая Просто говорю, это еще не предел Если приехать, поторговаться Вот те же самые ковры и сетку Ну, выпросите Вам это поставят Это все деньги Это в любом случае, ну, такие, знаешь Приятные бонусы Это не какая-нибудь там фигня Которую ты положил в багажнике Типа из серии Когда-то она может быть тебе и пригодится Поэтому имейте в виду Торг есть везде Абсолютно везде За исключением нашего отечественного производителя Многие спрашивают Почему ты не снимаешь про Lada? Сними Там нечего снимать Там, ну, 10-20 тысяч Вот в лучшем случае На Ниву Chevrolet Там еще можно полтинничек Кое-как выгружить с подарками Может быть даже чуть больше Но на наши отечественные автомобили Скидка маленькая И мы с вами вкатываемся Как сыр по маслу Правильно? В Hyundai Creta Это бестселлер Это хит-продаж Это самая продаваемая машина У Hyundai сейчас Топовая версия которой Стоит примерно полтора миллиона рублей Также среднюю, в принципе, хорошую комплектацию Можно забрать за миллион триста рублей Это, получается, у вас будет паркетник С полным приводом С хорошим набором опций На мой взгляд Соответственно, те, кто считают денежки Всегда, естественно, выбирают их Но это же не просто так, да? То есть продажи, говорят, сами за себя Люди приходят Солярис нахрен не нужен за миллион А вот за миллион триста Полный привод Высокий автомобиль Купить можно В принципе, ее можно считать Относительно надежной Но самое главное Не забывайте о том То, что про этот автомобиль Уже очень много роликов И мы снимали на него обзор И вообще, в целом Владельцы уже все Снимают, рассказывают, пишут Есть, конечно, как и обычно Довольные у которых Все классно Есть те, у которых все плохо Все пищит, скрипит Что-то ломается постоянно Поэтому выводы вы можете сделать самостоятельно Посмотреть, слава богу Сегодня интернет дает такие возможности Любую машину Перед покупкой Вы можете изучить полностью От и до По скидкам Та же самая история 5% Но в среднем Я вам скажу так Что на Крету Максимум, что мне удавалось По крайней мере найти Это минус 80 тысяч Комплектация стоила 1 миллион 380 тысяч рублей А нам предложили за 1 миллион 310 То есть 70 тысяч рублей скидка А, и ковры в подарок тогда были Все Лучше предложение Я пока что не встречал Чаще всего бывает так Что, например Вам скидывают там 30-40 тысяч рублей И что-то дают в подарок Допустим Защита картера Сетки Ковры Сигнализация с автозапуском Для этого автомобиля Это в принципе Достойное предложение Хуже всего Кого покупаете машину по прайсу Покупать доп. оборудование Покупаете каско Сами С наценками То есть Это, конечно Будет Невыгодно для вас Присаживаемся с вами В Genesis Это конкурент Немецкой BMW 3 Конкурент Опять же Как люди пишут Сейчас в инстаграме Нашего канала По цене Только лишь что Друзья На самом деле Машина Внешне Смотришь Вроде бы классно В интерьер присаживаешься Вроде бы да Но вот Например Тот же самый дисплей Это просто убожество На самом деле Опять же Он вроде бы большой Но рабочее пространство Там гораздо меньше Вот этот селектор Переключения передач Тоже Как-то Ну знаешь На самом деле Правильно ведь говорят То, что они везде Взяли по чуть-чуть Посмотрите на музыку Музыка Ну как будто Чисто из Мерседеса Вырвана Красная нитка С черной кожей Это все отдельно 2 литра 247 сил Эта машина В топовой версии Стоит сегодня Примерно 3 миллиона рублей Но ее готовы отдать Со скидкой За 2 600 А все почему? Потому что машина Это 2018 года выпуска И это говорит о чем? О том, что она нахрен Никому не нужна Имея там 2 700 2 800 Что вы купите? Genesis? G70? Или же вы пойдете Все-таки возьмете себе BMW 5 серии С полным приводом В комплектации Бизнес Или даже За 2 750 Реально может забрать В М-пакете Вот ответьте на вопрос А третью серию Которая она Как бы конкурент По габаритам Но можно забрать И того дешевле В хорошей комплектации Будет плюс-минус Та же самая цена Но это будет BMW Поэтому напишите Ваше мнение Кто бы из вас Выбрал бы В пользу Genesis Да, она будет Богаче Здесь, например Есть круговой обзор Но в целом Друзья Не знаю Не знаю На мой взгляд Так себе Вариантик А присаживаемся Мы с вами В Hyundai H1 Довольно-таки Востребованный Автомобиль С одной стороны С точки зрения Кузова То есть В последнее время Очень часто Люди спишут А что там С микроавтобусами Спрашивают Про Volkswagen Caravella Вот эта машина Например Стоит 2 миллиона 500 тысяч рублей Вот посмотрите Да, казалось бы Простота полная Но при этом Есть вентиляция сидений Но она есть только у водителя Я так понимаю Подогрев руля Ну в общем Фишки какие-то есть Но нету даже Полноценной мультимедиа Друзья Вот на такой автомобиль Сходу подчеркиваю Как и на весь модельный ряд 5% готовы сделать Но здесь Здесь я думаю Можно дойти 7-8% Надо высчитывать Это в деньгах Примерно 1120-150 Реально получить Потому что Вот непосредственно Вот эту модель Нам предлагали забрать За минус 120 тысяч рублей Вот хоть сейчас Забирай и уезжай Но машина На самом деле Больно простая Вот один из минусов Этих автомобилей Заключается в том Что здесь сидения Они прикручены К самому кузову То есть знаете Вот есть версия Которая можно Без проблем Вот в Caravella Я знаю Вытащить Все сидения Все диваны Все Ты там 2 минуты Убрал Поехал Здесь так не получится То есть здесь Есть такие конструктивные Недоработки Соответственно Если возить людей Ну одно дело Либо оставить Вот второй ряд А третий ряд Полностью убрать Для того Чтобы был большой багажник Машинка Относительно старая Здесь стоит Дизельный мотор Если я не ошибаюсь Но в целом Вот если Верить там Тому же самому менеджеру Верить людям в интернете Она в принципе надежная Особо каких-то нареканий При должном обслуживании В первые 200 тысяч Особо вы не встретите А дальше Все как Вы будете ездить Как вы будете сидеть За вашим автомобилем Просто унылое Вот просто серьезно Унылое Садишься И думаешь Блин Пипец Вот чистые серии Завел Включил радио И смотришь на дорогу И когда тебе нафиг Больше ничего не нужно Но при этом Отвалить за нее нужно Ну как минимум Тысяч 2 миллиона 200 рублей Важная тема Которую я вам В начале ролика Обещал затронуть Это кредитная программа Hyundai Start Чем она подкупает Пишут про маленький процент Пишут о том То что очень маленькие платежи Естественно люди думают Блин ну здорово Здесь все элементарно И просто Вы сами прекрасно понимаете Что это все коммерческие организации Никто вам ничего дарить Никогда не будет Здесь везде Есть свой маленький подвох Который вы узнаете Уже непосредственно На сделке На расчете Привожу вам простой пример Допустим автомобиль Стоит 1 миллион рублей Первоначальный взнос Будет 350 тысяч рублей Итого вам остается Взять в долг 650 тысяч рублей Вам могут рассчитать Первое предложение На 3 года Где изначально Первые 34 месяца Вы выплачиваете Исключительно проценты Таким образом Вроде как получается Что вы платите Маленькими долями Небольшая сумма Потому что вы выплачиваете Непосредственно доход банка Он сначала собирает Свою так называемую маржу Свою прибыль С вас За пользование кредитом И вот 35 и 36 месяц Вы выплачиваете Основную сумму долга То есть у вас 35 и 36 платеж Он будет самый большой При этом Если вы к этому времени Понимаете То что вы не скопили Данную сумму Да-да Вы платите кредит И при этом Вы должны еще откладывать На 35 и 36 платеж Это не очень удобно Поверьте мне Вы приходите к дилеру Вы можете сделать Два варианта Первое Продлить этот кредит На 4 и 5 год Соответственно Будет сделан перерасчет И вы точно так же Продолжаете платить Проценты И получается 59 и 60 месяц Вы закрываете Основной долг Либо же Вы можете сдать ему Автомобиль Сказать Все забирай Он его выкупает Вам делают перерасчет По кредиту Вы берете новый автомобиль И продолжаете платить Таким образом Вы как бы Оказываетесь в колесе Когда вы постоянно Находите в кредите Вы постоянно платите 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 И никак не можете Выплатить Это кратко Понятное дело Что тут же Вам предложат Сделать и страхование Жизни Вам предложат Сделать и ГЭП И вам предложат Застраховать КАСК Вам предложат Купить помощь на дороге То есть Все зависит от вас Это все добровольные услуги От которых вы можете Отказаться Но вам их будут Откровенно навязываться И говорят Что это нужно сделать Поэтому имейте ввиду Это кратко Если вы ничего не поняли То поймите одно Никакой выгоды По этой программе Абсолютно нету Она может быть Выгода Естественно Как всегда Как везде Для определенного Процента людей Которые берут машину Там под определенные услуги Но вот так вот На повседневность Вы покупаете себе машину Услаждаться Проще всего И вам Взять Либо потребительский кредит Либо изначально автокредит С равными платежами Когда вы каждый месяц платите И вы понимаете Что вот По 15 тысяч Плачу 36 месяцев Все Закрою кредит А не так Что вы платите По 5 тысяч А потом нужно На 35 платеж Внести там Я не знаю 300 тысяч И еще потом На 36 платеж Еще там 200 тысяч рублей Это не совсем удобно Это кратко Вся суть программы От Hyundai Start И вот Для всех тех Кому Solaris Слишком простоват Хочется что-то покруче Но на Kia Optima На Hyundai Sonata Не хватает Есть Hyundai Elantra Друзья Пожалуйста Посмотрите Оцените интерьер Чуть-чуть по интересу Но места здесь Гораздо больше Но в сравнении С Solaris То есть Садишься Машина Ну чувствуется Что это уровень Чуть-чуть Но повыше Ценник автомобиля В данной комплектации 1 миллион 271 тысяча На Elantra Я знаю Что не такой Высокий спрос Соответственно Ее можно купить Вот я слышал Что до 100 тысяч рублей Скидки доходят В реале Поймите правильно Что все цены Которые я называю Все скидки Это не я придумал Это вот люди покупают Практика существует Менеджеры называют Я бы вас мог Вводить в заблуждение Говорить 200 тысяч рублей Скидка Но это нереально Такого никогда не будет Я никогда не суммирую Сейчас скидки За трейдин Потому что Можно вести людей В заблуждение Так как например Покупая Hyundai Там сдавая А покупая Kia Сдавая автомобиль В трейдин Там 160 тысяч Дополнительная скидка идет Не совсем правильно Это суммировать Нужно все высчитывать Суть в следующем 5 процентов Гарантированно Но в целом Я думаю На Elantra Вы получите гораздо больше Скидку Если постараетесь Если будете звонить всем Не забывайте о том Что в Москве Дилеров более 40 штук Если я не ошибаюсь Звонить всем Это фуу Та еще работка Но что не сделаешь Ради того Чтобы сэкономить Свои честно заработанные Таким образом Наш ролик с вами Подходит к концу Все мы сделали Все мы купили Каска кстати Мы сэкономили Изначально Нам насчитывали По цене 58 тысяч рублей За полное В день покупки В силу того Что мы пришли с наличкой Поторговали За 54 тысячи Мы забираем ее полное Но оно будет у нас Сгэп То есть Таким образом Мы опять же Экономим деньги Получаем максимально Возможный вариант По защите Я вам все детально И подробно Расскал по модельному Ряду Хендай Ориентируйтесь Смотрите Санта-фе Это отдельная история Ну в целом Плюс-минус Все те же самые условия 5% Вы должны ориентироваться Так что это реально Доступно каждому Главное захотеть Главное прозванивать Каждого дилера Потому что при первом Посещении дилера Нам точно так же сказали Что никаких скидок Не существует Вы что Прайс, своя цена Покупайте все По факту Мы получаем свою выгоду Поэтому друзья Обязательно подписывайтесь На канал Подписывайтесь на инстаграм Потому что там Всегда выходят Только свежие новости Я делаю публикации Мы их уже обсуждаем До выхода ролика Инстаграм Вы сейчас видите на экране У меня на этом пока что все Но мы будем продолжать До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok